Так, ну давайте продолжим. Значит, мы с вами первую тему нашу закончили, то есть некоторое вводное описание того, зачем все это надо и почему это сейчас стало так популярно. Значит, и сейчас мы попробуем немного углубиться, собственно, в теорию, то есть как это появилось, откуда взялось, для того, чтобы у вас появилось какое-то понимание, общее развитие. Вот опять-таки будем использовать некоторую существующую лекцию, значит, тоже взят из некоторого курса, некоторых авторов, некоторые слайды, которые мы будем использовать для того, чтобы поговорить о том, откуда вообще все это выросло и как развивалось, и когда главное появилось. Вот, ну и в целом там, мы говорили уже про классификацию, да, задачи классификации, что она из себя представляет, вот тут так они назвали это, что задача о представлении, да, то есть есть некоторые исходные, ну, грубо говоря, есть какая-то задачка, там какой-то набор объектов, которые нужно классифицировать по различным классам. Вот здесь эти классы, например, обозначаются зеленым и синеньким. Вот, соответственно, успешность вашей задачи классификации зависит от того, насколько хорошо вы можете представить ваши объекты вот в этом пространстве признаков. Вот, то есть их можно представить так, можно представить так, да, и дальше вам вопрос, как вот, например, их классифицировать, то есть построить алгоритм классификации. Вот, здесь, например, ну вот какой-то кружок надо обвести, да, и если у вас точки внутри этого круга, значит, он... Синий, да, если вне, то зеленый. Вот, ну, круг задать можно, но так, чуть не так очевидно, да, хотя человек сразу понимает, что вот зелененькие кольцом определены, да, синенькие определены кружочками. Вот, если, например, перевести, трансформировать вот это пространство исходное, да, исходных объектов, трансформировать там с помощью полярных, привести, полярные координаты перевести, да, то они внезапно группируются более удачным способом, то есть, грубо говоря, у вас, вам же не нужно никакие кружочки рисовать, да, вы можете просто прямую провести, там, r равно 0,5, например, да, Если у вас у точки r меньше 0,5, то это синий, если больше 0,5, то это зеленый. Вот, то есть здесь такая иллюстрация того, например, ну, так, в очень общем виде, да, как, например, работают все эти нейронные сети, ну, вообще в целом любой классификатор, вернее, вот это пространство признаков, да, формирование пространства признаков, что на самом деле просто исходный набор объектов, он преобразуется в другой набор объектов, которые легко отделить один от другого, то есть, например, у вас на исходной может быть все перемешано в кучу, или просто быть какое-то изображение, куча каких-то изображений размеченных, вот. И задача там любого классификатора, в частности нейронной сети, это произвести некоторое преобразование исходного пространства в такое абстрактное пространство, в котором будет легко произвести классификацию. Вот, то есть мы там говорили раньше, что есть этапы подготовки признаков, есть этапы классификации, вот. Нейронная сеть, в принципе, может решать и ту, и ту задачу, вот, но лучше всего у него, конечно, получаются вот именно такие нелинейные преобразования, которые позволяют представить исходные объекты в упрощенном пространстве признаков, где можно будет достаточно легко даже визуально на глаз определить, к какому классу относятся предлагаемые для распознавания объекты. Вот, и здесь вот такая очень хорошая иллюстрация того, как, ну, в общем виде, как работают нейронные сети, какую задачу они решают, да, они решают задачу преобразования, то есть преобразование из одного пространства в другое. Ну, здесь вот на примере такого ручного преобразования, да, от стандартных координат, там, и в клитовом пространстве к полярным координатам. Вот, то есть, сделав некоторые преобразования, задача сразу резко упрощается, то есть просто отсечка на уровне значения. Вот, ну, как бы, как это в нейронной сети может выглядеть, да, это такая тоже интересная иллюстрация, то есть на вход подается изображение, и видно, что вот каждый слой, это тоже какое-то изображение, но понять, что на нем изображено, практически невозможно. Вот, но в конце концов появляются какие-то такие абстрактные изображения, которые, ну, например, здесь вот активность больше, да, и, например, она там дает, что это персона. То есть, ну, тут даже здесь подписано, например, что это может быть. То есть это просто пиксели на вход идут, то есть каждый пиксель, ну, вот, как раз-таки, да, раскладывается изображение на три компонента, да, и каждый пиксель, он идет на вход. Ну, на самом деле, даже не пиксели, тут, скорее всего, каждый пиксель они обозначают. На самом деле, там будет миллион таких вот входов, в которые раскладывается это изображение. То есть изначально оно двухмерное, да, ну, например, на вход оно раскладывается уже как некоторая последовательность его, последовательность пикселей. Ну, там может быть сгруппировано, там, опять же, по, то есть какая-то структура есть на входе, но она, как правило, с точки зрения там нейронной сети, это просто некоторый такой последовательный поток пикселей. Вот, потом они на первом слое, там, например, как здесь отмечено, границы выделяются, да, для каждого, причем с разными, там, например, границы по цвету, границы по насыщенности, там, границы, там, по горизонтальным линиям, по вертикальным и так далее. Вот, потом тут якобы, там, углы, например, выделяются, и контуры каких-то отдельных сущностей. Тоже там каждый элемент, он настроен на какую-то свою сущность. Вот, потом, например, распознаются уже отдельные части. И дальше на основе этих частей уже определяется с помощью классификатора, что из себя представляет. То есть там вот такая простая аналогия, да, на самом деле, когда это в нейронную сеть загружается, то есть используется. То есть какие-то, получается, абстрактные картинки, вот, которые, тем не менее, там, на выходе, подсовывая, там, разные объекты, каждый тип объектов, каждый класс объектов будет иметь какую-то свою особенную, ярко выраженную картинку, по которой, собственно, уже классификатор более классический будет определять то, что на ней изображено. Но в целом даже человек, скорее всего, поймет, что здесь это вот один класс, это второй класс. Понятно, что без обучающей выборки он не поймет, какой класс к чему соотносится, да, но, тем не менее, можно будет видеть, что подсовывая там людей на вход, здесь будет определенная картинка. Подсовывая автомобили, здесь будет уже другая картинка. То есть радикально отличающаяся картинка, которая позволяет простым алгоритмам, там, например, по подсчету, там, не знаю, яркости или по расположению этих пикселей, понять, что на них изображено. Вот. Ну, опять же, человеку не надо все это делать. То есть, на самом деле, при обучении, просто при настройке на выход подключается классификатор, тоже с набором коэффициентов, который вместе с настройкой всех этих оконных функций, весовых коэффициентов, одновременно еще настраиваются коэффициенты классификатора. Поэтому вместе с тем, чтобы подобрать, получить на выходе какие-то ярко выраженные картинки для каждого класса, еще и настраивается классификатор, который автоматически эти картинки распознает и выдает вам какой-то результат. То есть вы, на самом деле, просто упрощаете задачу для классификатора. То есть, например, если здесь вам нужен какой-то нелинейный классификатор, который будет рисовать вот эти кружочки и определять, где находится внутри кружочка или вовне. Ну, да, это кружочек, это некоторая тоже функция нелинейная, да, которая в пространстве определена, x, y. Вот, и там в зависимости меньше-больше от этой функции вы будете либо внутри кружочка, либо вовне. Вот, то есть нейронная сеть позволяет трансформировать это в некоторое более простое пространство признаков, где тета, например, вообще теряет какой-то смысл, а смысл имеет только r, да, и здесь просто по r обычная отсечка больше-меньше. То есть классификатору намного легче становится определять, что изображено, например, на изображении, на картинке. Понимаете, что в картинке здесь будет не два параметра, а миллион параметров. И здесь будет не два параметра, там, не знаю, тысячу параметров, например, или десять параметров. Вот, но для иллюстрации вот примерно то, что делает нейронная сеть. Ну, и здесь вот просто показано, например, как это может выглядеть в изображении. Вот, то есть в целом идея такая. Вот, ну что еще интересно, например, для нейронных сетей сейчас тоже достаточно интересная вещь, что, например, вы можете обучить сеть для распознавания изображений, а дальше использовать, отрезать у нее, например, слой, связанный с классификацией, и использовать вот этот готовый блок, который умеет извлекать признаки, и на каждый класс изображений выдавать некоторое ярко выраженное изображение, да, ну, абстрактное, но ярко выраженное для данного класса, то есть некоторую группировку объектов производить. И, например, использовать вот этот вот кусок сети для выделения признаков, использовать уже в своих системах, подсовывая другие классификаторы, и обучая эти классификаторы без обучения вот этого вот основного слоя. Для чего это может быть интересно? Для того, чтобы, во-первых, для обучения вот этого вот этих слоев нужно использовать достаточно активно ресурсы, но они нужны. То есть, во-первых, вам нужно скачивать гигантские там базы данных изображений, чтобы на них обучать вашу нейронную сеть. Во-вторых, вам нужно иметь большие вычислительные мощности, чтобы произвести это обучение. Но когда вы провели обучение, у вас, например, там получилось, там, не знаю, полмиллиона весовых коэффициентов, их можно выложить просто там в виде какого-то файла, не знаю, на пару гигабайт, которые будут эти коэффициенты хранить. Вот, и все желающие могут брать уже эти коэффициенты и приклеивать к ним какие-то свои классификаторы для того, чтобы, например, распознавать там не машины, людей и животных, а распознавать, например, бутылки, деревья и еще что-то. То есть, в принципе, при классификации вы можете использовать, например, уже готовые наработки по существующим известным моделям нейронных сетей с готовыми коэффициентами рассчитанными, которые там в открытом доступе лежат. Их можно скачать и использовать. То есть, вот, но при этом переобучив только свой классификации. То есть, там какой-то, например, какой-нибудь обычный линейный классификатор, который будет там вот отсечки эти делать. Вот, при том, что само преобразование у вас уже готово. То есть, вы можете его использовать для вашего... То есть, это достаточно такое популярное направление, и люди даже занимаются сейчас комбинацией. То есть, берут, например, несколько моделей классификации, склеивают их в одну модель для того, чтобы, например, улучшить результат классификации. То есть, разные подходы, разные модели, разные алгоритмы, вот, они комбинируются для того, чтобы получить какой-то новый алгоритм, который бы давал лучший результат по сравнению с тем, что давали базовые алгоритмы. То есть, в этом тоже одна из интересных особенностей этих алгоритмов, связанных с нейронными сетями, что они могут легко комбинироваться между собой. То есть, вот, то, что, например, для алгоритмов всяких экспертных систем, где, например, там люди правила описывают ручками, вот, скомбинировать такие системы, их практически невозможно, потому что правила огромное количество, они друг другу не должны противоречить. Вот, в нейронных сетях это гораздо проще сделать, потому что вы просто можете кусок какой-то вырвать из нейронной сети, ну, естественно, осмысленный кусок, вот, и использовать его, например, в другой нейронной сети, и не тратить время на переобучение, например, от этого куска. То есть, тут такие уже элементы некоторых готовых блоков более сложных появляются. Вот, ну, в целом, как мы уже говорили, что каждый, каждый нейронная сеть, на самом деле, просто некоторые последовательности операций, там, например, в простейших случаях, например, умножение, сложение, там, и так далее, какие-то нелинейные функции, вот, из которых комбинируется нейронная сеть. Вот, ну, тоже мы об этом уже говорили, что, там, изначально, там, были просто алгоритмы, которые строились на основе ручных каких-то подходов, когда, там, какие-то правила эксперты описывали по классификации, потом следующий, там, подход, когда, там, отдельно разделялось на пространство признаков и классификацию, а затем появилось уже с обучением то же самое, да, когда заменились и ручные признаки, ручные правила по формированию признаков заменились на автоматические признаки, да, и потом вот усложнение, то есть сначала некоторые упрощенные признаки, которые, возможно, там, человеком формируются, там, в виде чисто комбинаций разных входных данных, вот, а затем автоматически эти комбинации сужаются для того, чтобы получить некоторое пространство, с помощью которого потом можно будет производить классификацию. В принципе, мы об этом уже говорили. Так, ну вот, что, что интересно, да, это вот, например, исторически, как все это развивалось, то есть знакомое вам направление, связанное с кибернетикой, откуда, в том числе, и теория управления выросла, все это было такое после войны, и некоторые направления, вот тому, то есть если до 40-х годов люди чаще, например, исследовали, как устроена природа, что она из себя представляет, какие законы, то вот после войны появилось некоторое такое огромное направление, связанное с трансформацией природы, то есть как, не просто понимать, как устроена природа, а как еще и модифицировать природу. Вот, то есть это такое направление, связанное с кибернетикой, то есть это комбинация, ну, как скажем так, машины и управления, да, То есть таких интеллектуальных машин, которые могут решать некоторые задачи по аналогии с тем, как это делает человек. Это было такое направление, связанное с кибернетикой. Оно было в первую очередь такое теоретическое. То есть там люди рассуждали о каких-то космических кораблях, которые там бороздят просторы Большого Азиатра. Но при этом уровень уравнений, которые они использовали, это были какие-то одна-две переменных, линейные какие-то. То есть на практике применение таких уравнений, оно вызывало, конечно, некоторый скепсис. Вот поэтому постепенно, когда популярность теоретического подхода прошла, она постепенно начала угощать. Но тем не менее она дала рождение целому огромному ряду направлений. Теория управления очень активно основывается на кибернетике. Теория адаптивного управления очень активно основывается на кибернетике. То есть многие понятия в адаптивном управлении были введены именно в кибернетике. Параллельно, ну вот это такое направление, которое в принципе есть, оно никуда не делалось. Сейчас, например, очень популярно направление, связанное с киберфизическими системами. То есть когда это построение всяких аппаратных систем, которые неразрывно, которые являются частью, например, самого процесса управляемого. То есть не так, как в классической теории управления, где у вас отдельно есть регулятор, отдельно есть объект. Вот о создании некоторого такого умного объекта, в которого уже встроены механизмы управления, то есть саморегуляция. Ну и в целом, когда у вас какой-то физический процесс, не знаю, какой-нибудь квантовый компьютер, в котором есть, например, задача поддержания стабильного состояния. То есть вы не можете туда подсунуть датчик и не можете подсунуть туда регулятор, как некоторый программированный контроллер. Вам нужно, в принципе, создавать некоторые устройства, которые внутри себя уже имеют некоторые обратные связи. Вот, в общем, в этом такое есть направление, например, киберфизических систем. Оно достаточно активно сейчас усолится в научной литературе. Конечно, там есть свои проблемы, но это отдельная тема. То есть кибернетика не умерла, она жива, она сейчас трансформируется в какие-то киберфизические системы. Это тоже целое теоретическое направление, которым многие занимаются. Но нам оно не так интересно, потому что мы все-таки больше такой автоматизация, ближе к земле, к практике. Ну и параллельно с кибернетикой, да, начало развиваться направление, связанное с коннективизмом. Тоже мы о нем поговорим в последующих лекциях, которая рассматривает вопросы поведения группы объектов при их соединении. То есть взять, например, много простых объектов, объединить их и получить не просто сумму этих объектов, а нечто большее. Вот. Этот коннективизм, это тоже целое отдельное направление, которое развивалось давно, но так, оно было не очень популярно. Отчасти из-за того, что просто не было учителяных мощностей подходящих. То есть это можно было на бумажке что-то посчитать, показать, что вот действительно что-то есть. А на практике применить это было достаточно сложнее. То есть кибернетика в этом плане, она давала чуть больше возможностей, потому что даже на примере простых уравнений в теории управления можно решать достаточно интересные практические задачи. Те же PID-регуляторы, они там описываются дифференциальным уравнением второго порядка. Вот. И даже на таком уровне, на самом деле, это очень-очень-очень полезное устройство. Вот. То есть с коннективизмом все гораздо сложнее, потому что, грубо говоря, там эффекты появляются, ну, как вот в примере с нейронными сетями, да, вам нужно полмиллиона расчетных элементов для того, чтобы получить какой-то интересный результат. Ну, в частности, задача классификации. Поэтому до, там, 90-х годов особо это не развивалось, и особо никому это не было интересно. То есть какие-то узкоспециализированные люди сидели, этим занимались. То есть они вот видели, что в этом есть перспектива, но понимали, что, например, пока что нет вычисленных способностей для того, чтобы такие задачи решать. Вот. Ну, вот как только появились компьютеры, в первую очередь там персональные компьютеры, да, взрыв вычисленных мощностей, то, соответственно, резко начал расти интерес к этому, к задаче, связанной с коннективизмом, ну, и в частности к нейронным сетям. То есть впервые появились вообще нейронные сети, они после войны, там проводились эксперименты на живых организмах, то есть выделялись отдельные нервные клетки и изучалось, как вообще эти нервные клетки влияют на поведение организма. В частности, в то время там уже появилось понимание, что решения в живом организме принимаются на базе распространения сигналов. То есть это, в целом, задача информационная, то есть идет обработка информации за счет распространения сигнала. Причем было выделено, что вся нервная система состоит из отдельных компонент, отдельных элементов простых, в частности нейронов. Вот. Понятно, что физика, которая стоит за этим нейроном, она по сложности десятки тысяч раз сложнее, чем те нейроны, которые сейчас моделируются. Вообще, в целом, есть разделение на искусственный нейрон, биологический нейрон. То, чем занимаются биологи, изучая нейронные сети, это не то же самое, чем занимаются математики и программисты и инженеры, занимаясь искусственными нейронными сетями. То есть примерно вот в это время произошло вот это разделение, да, тем, чем занимаются биологи, медики и так далее, химики, физики, и тем, чем занимаются специалисты по информационной технологии. То есть вот здесь где-то произошло разделение между искусственным нейроном и биологическим нейроном. То есть биологические нейроны – это вообще отдельная отрасль, связанная с медициной, с химией, с биологией, с биофизикой, где люди просто изучают, как они устроены. И какой-то такой однозначной связи между искусственными нейронами и нейронами, которые там в живом организме, до сих пор нет. То есть искусственные нейроны, они своей жизнью живут, по своим законам развиваются в информационных технологиях. А биологические, биофизические системы, они живут там своей жизнью, там тоже изучение идет активное. И как-то сказать, что модели биологических нейронов, приближенные к реальным, они как-то на практике используются, достаточно проблематично. То есть есть вот тоже некоторый такой барьер, который до сих пор, ну не барьер, а, скажем так, некоторая пропасть между этими двумя направлениями, которое там, вот это вот разделение появилось там после Второй мировой войны, там в 40-е годы, и до сих пор оно как бы ничем не заполнено, эта пропасть. То есть есть отдельные исследования, где пытаются моделировать систему, ну какие-то дополнительные там свойства приносить искусственному нейрону, пытаться приблизить его к реальному. Но реальный нейрон настолько сложен, что там даже было изображение такое интересное, где просто показывался отдельный нейрон в масштабе там города. То есть, грубо говоря, там отдельный нейрон, отдельная клетка рисовалась в масштабе города. То есть там трехмерная модель этой клетки. И там просто она выглядит просто как какой-то огромный куча каких-то там элементов, просто такая каша, короче говоря, из элементов, такого облака, клубок, короче говоря, какой-то запутанный в масштабе небоскреба, грубо говоря. Это всего лишь одна клетка, а мозг, он стоит из миллиардов этих клеток. На самом деле, сложность этих биологических систем, она настолько высокая, что еще люди до сих пор даже не понимают, как они устроены, как это происходит, но тем не менее, какие-то идеи были в то время выделены. То есть, первое, это то, что эта система состоит из простых элементов, и вторая идея, то, что эти простые элементы объединены между собой в сложную сеть, и благодаря этому получается построить систему обработки информации. Вот это такая базовая идея, которая обосновала вот это направление, связанное с искусственными нейронными сетями. Оно базировалось на вот этой идее коннективизма. Оно не только с нейронными сетями связано, коннективизм, есть и другие варианты использования коннективизма. Но нас, конечно, в первую очередь интересуют нейронные сети, как такое наиболее популярное направление, которое получило практическое, широкое практическое применение. Вот. Ну и, соответственно, были тоже тут некоторые всплески в нейронных сетях. То есть, первые нейронные сети, которые в 47-м году формулировались, называемый искусственный нейрон Макалака и Пицца, это просто была ступенчатая функция. То есть, ну, обычно ступенька, грубо говоря, у вас там от минус бесконечности до нуля у вас ноль, там, от нуля до, ну, на самом деле, от минус бесконечности до нуля у вас минус один значение функции, от нуля до бесконечности плюс один. То есть, такой вот примитивный нейрон, просто ступенчатая некоторая пороговая функция, которая там при возникновении некоторого значения на входе, она могла срабатывать, выдавать единичку, один ноль выдавать. Вот. То есть, это был вот такой первый нейрон. Значит, и они вот на базе такого нейрона составили ручками на бумажке нейронную сеть, подобрали там коэффициенты, то есть смещение вот этого вот порогового элемента для того, чтобы классифицировать изображение, не изображение, это на самом деле знаки, то есть там какой-нибудь там один, два, три цифры классифицировать. То есть, они там делали цифру там из, не знаю, изображения там 5 на 5 пикселей с 25 признаками. Они как бы научили вот такую сеть, там было бы из 15 нейронов с такими пороговыми элементами определять, где, какая цифра нарисована на вот этом мини-изображении. Вот это была такая теоретическая работа, которая показывала, как вообще могло бы в живом организме организовываться обработка информации. То есть, решение такой интеллектуальной задачи. Вот. И примерно там 40 лет никому вообще дела до этого не было. То есть, были какие-то теоретические работы, какие-то отдельные люди этим занимались, там и в Советском Союзе, и на Западе. У нас тоже в Советском Союзе было огромное направление, связанное с нейронными сетями. Мы с вами будем рассматривать там статью такой был ученый, есть ученый Гарбани, он потом уехал, после 90-х годов уехал в Великобританию. Вот. Но, тем не менее, он там, у него активные связи, в том числе с нашей кафедрой. Вот. Он тоже очень активно занимался нейронными сетями в Советском Союзе. У него диссертация была по нейросетям. Вот. И в Советском Союзе тоже этим активно занимались. Это такое было чисто теоретическое направление. Вот. А в 90-е годы, когда появились уже такие более-менее, получили распространение учительные микропроцессоры, да, то есть появились какие-то учительные мощности доступные. То есть там в 70-е годы, чтобы там купить компьютер, это нужно было там съездить в Министерство промышленности Советского Союза и вам там по специальному разрешению, если у вас есть какая-то задача там практическая, вы там какой-нибудь там, не знаю, космический аппарат проектируете, вам могли там выписать какой-нибудь микропроцессор, там, не знаю, оперативную память, там, 2 килобайта выписать. Вот. То есть там по распоряжению министра, да, то там в 90-е годы их можно было уже купить, в принципе, в магазине. Ну, понятно, что они стоили дорого, но на Западе их можно было прямо в магазине купить, то есть там появились уже и IBM, и IBM PC, и Mac, Mac'и были в то время. То есть и куча других систем. То есть, в принципе, можно было их уже приобрести даже там в небольшой лаборатории для каких-то своих научных исследований. Поэтому в то время очень активно начали развиваться практические задачки и вырос резко интерес к нейронным сетям. Вот, в частности, у нас будет задача, будет лекция, посвященная там применению нейронных сетей в промышленности. И вот это применение, оно как раз относится вот к времени с 90-х по 2000-е годы. Это был такой первый расцвет, первая революция нейронных сетей. Они были достаточно простыми, но при этом они позволяли решать уже практические задачи. Вот, и мы с вами рассмотрим основной лекции будет как раз вот как в промышленности применяли. То есть задолго до Google и Facebook нейронные сети уже применялись на практике. Вот, понятно, что те нейронные сети, которые здесь применялись, они были, решали другие задачи. Это были задачи, например, управления, связанные с управлением, то есть регулирования процессов. Вот, мы подробно это рассмотрим. Вот, но где-то к концу 2000-х интерес начал падать, потому что нейронные сети не были еще настолько сложными. То есть они решали задачи, которые, в принципе, можно было решать и другими методами. При том, что в других методах была возможность интерпретировать результат работы, в отличие от того, как это происходило нейронно сетей. Поэтому где-то к концу 2000-х интерес начал падать, и вот как раз где-то в 2010-2012 году он снова вырос, причем вырос на порядке больше, чем здесь нарисован. Вот, но исторически надо помнить, что где-то зародилось все это после Второй мировой войны, когда появились первые теоретические модели нейронных сетей. Вот, где-то до 90-х годов это все где-то там созревало, там настаивалось, бродило внутри научной среды. Вот, но где-то в 90-е был первая революция, первый всплеск, когда появились, ну, на самом деле всплеск, опять-таки, был связан с тем, что появился алгоритм обучения, то есть до 90-х годов алгоритм обучения стоял в том, что вы руками подбирали какие-то коэффициенты. Понятно, что на практике это практически неинтересная задача. То есть нет интереса целый год себе подбирать какие-то коэффициенты, чтобы там управлять каким-нибудь там, не знаю, задвижкой там или какой-нибудь печкой. Это абсолютно неинтересно. В 90-е годы появился как раз алгоритм обратного распространения ошибки, мы о нем будем говорить отдельно, для того, чтобы подгонять автоматически коэффициенты под ваши задачи, под ваши выборки. Вот, ну, где-то, к началу 2000-х все интересные методы, все энтузиасты, они где можно применили эти подходы, вот, и как-то потихонечку все это стухло, пошло на убыль. Вот, но в 2012-м появились новые алгоритмы, появились новые вычислительные мощности, появились новые данные и всплеск опять повторился. Это то, что нужно вам запомнить по историческому развитию. Вот, ну, другой, другой компонент, да, революция, о котором я говорил, что данные, то есть размеченные данные. Ну, тоже параллельно с там контактивизмом, нейронными сетями, кибернетикой, параллельно развивались и отрасли, связанные с данными. То есть, если там в начале века там базы данных, это были там, не знаю, 10 или 100 там элементов, которые, ну, 100 чисел, описывающих там 100 классов, например, да, ну, ладно, 100 классов, описывающих в каждом классе, например, там по 10 признаков. Вот, то есть это такой массив из там тысячи чисел. Вот, ну, были там базы, самые большие там базы криминальных преступлений, да, правонарушений, которые могли там доходить до десятков тысяч каких-то записей. Вот, то, скажем, по мере развития, да, эти данные, базы начинали развиваться. То есть тут, ну, не могу сейчас сказать, что каждая база означает, да, но вот можно примерно судить о том, как они росли. То есть где-то до 70-х годов практически не было вообще общедоступных баз со сколько-нибудь большим количеством данных. Вот, то есть первое изображение, это вот изображение Мнист, это база данных рукописных текстов, да, рукописных букв. То есть это порядка 100 тысяч различных символов и класса, классификация их. Вот, и где-то только в 1015 году начали появляться вот такие большие базы, связанные, ну, например, вот МН, которую мы уже рассматривали, да, то есть порядка миллиона, ну, несколько миллионов изображений, то есть там 3-4 миллиона изображений вот как раз появились, и как раз в это время вот начинается вторая волна развития нейронных сетей за счет того, что появились огромные выборки данных, по которым можно было обучаться. То есть все вот эти выборки, которые существовали до этого, были не столь большими, их можно было, люди могли руками их глазами просмотреть и выделить какие-то руками классы, какие-то признаки определить. То есть было целое направление связанное с обстанованием образов, когда люди сидели, просматривали базы данных, вот этих, ну, не только изображений, а вообще в целом какую-то информацию, и пытались там выделять какие-то паттерны. Вот, то есть вот как только переступили вот эту психологическую черту, там, в 10 миллионов записей, люди уже перестали, то есть не было уже возможности просмотреть 10 миллионов записей, даже миллион записей уже, например, нет возможности просмотреть. То есть 100 тысяч еще можно там перестать посмотреть. Ну, даже 100 тысяч уже, наверное, будет проблематично. Вот. Поэтому ну, здесь вот, да, Мнист, он тут порядка 100 тысяч, да, но так как это символы, там можно действительно что-то придумать какие-то руками. Но когда уже миллионы, десятки миллионов, там, сотни миллионов, человек уже не в состоянии это все, как бы, своим взглядом осмотреть, да, и плюс самосложность изображения тоже. Самосложность данных, она начинает вырастать. Увеличится количество признаков на каждый класс, на каждое изображение. И человек просто не в состоянии это сделать. Поэтому здесь остаются только вот такие топорные методы, как нейронные сети, где машинное обучение, где уже вы не столько пытаетесь выделить классы глазами в изображениях и в различных данных, а вы учите некоторый алгоритм выделять эти классы. Вот. То есть вы объясняете ему, как выделять классы. А он уже дальше пытается это делать на таком огромном объеме. То есть здесь уже пошел эффект масштаба. Человек уже своим сознанием не в состоянии такой огромный объем данных лицезреть и пытаться выделить в нем какие-то паттерны. Ну, вот, собственно, это база MNIST, да, где там 100 тысяч элементов, да, записано вот такого рода. То есть там разные варианты написания шрифтов. То есть это какие-то реальные записи, отфильтрованные, черно-белые, для того, чтобы заниматься распознаванием этих рукописного шрифта. Вот. Ну, отдельно тоже тут интересная такая картинка, где показано, как, например, развивались нейронные сети с точки зрения количества элементов. Вот. То есть там мы говорили о вот этом искусственном нейроне Макао Капица, да, где впервые там пытались моделировать какую-то задачу классификации. Вот у них там один был нейрон. Ну, одно соединение на нейрон. То есть у нас может было несколько нейронов быть, да, но они просто от последнего друг друга соединены. Вот. Где-то там до 90-х годов это были какие-то, на самом деле, такие тоже теоретические разработки. Там один-два нейрона, где ручками что-то там подкручивалось. Вот. Ну, на самом деле, тут почему-то пропущено целое направление с 90-х по 2000-е. То есть ни одной записи нет. Ну, я думаю, что где-то там тысяча нейронов, словно говоря. То есть 10 в третий. Ну, здесь, конечно, нет. Здесь, конечно, не количество нейронов. Здесь все-таки соединение, да. То есть все-таки, да, там было несколько соединений. Вот. А здесь вот, видите, пошли уже такой всплеск, то есть усложнение элементов. Тут пытаются с точки зрения сопоставить сложность некоторой биологической системы, да, с количеством соединений. Но это, конечно, такая некоторая туфта, потому что кроме там тех соединений, которые обычно обозначают, то есть электрические соединения, да, там физические соединения двух нейронов. Есть еще огромная среда, в которой эта биологическая система находится, то есть какая-то межклеточная жидкость, в которой идут какие-то химические реакции, и они тоже являются дополнительными соединениями. То есть вот это вот разделение там на муху, мышку, котика и человека, она очень условная. Вот. То есть тут якобы говорится, что в 15-м году мы по сложности приблизились к котам по сложности устройства, но на самом деле это ерунда. То есть мозг кошки намного сложнее, чем те нейронные сети, которые сейчас существуют. Вот. Но тем не менее такая вот иллюстрация того, как это все развивалось. Вот. Ну и количество нейронов, да, тоже. Мы тут говорили, что в 50-е годы было 1-2 нейрона, потом вот в 90-е это вот порядка 100, ну на самом деле наверное тысяча, я бы сказал, тысяча нейронов приближалась. Ну вот постепенно, видите, там растет, то есть миллионы нейронов, сейчас-то уже там десятки, сотни миллионов нейронов, то есть, ну вот тут пытаются они некоторую экстраполяцию сделать, что вот где-то к 56-му году, да, мы достигнем по сложности человека. То есть по количеству нейронов в искусственной сети мы достигнем сложности, количества нейронов в человеке. Но опять же, сложность еще самого элемента очень важна, потому что сложность элемента в мозгу человека, она сама, сам по себе элемент, который входит в мозг человека, он намного сложнее, чем все вот эти вот нейронные сети, которые здесь нарисованы. Вот. То есть у нас, на самом деле еще другая размерность, то есть на самом деле несколько размерностей, да, есть еще количество соединений, есть количество сложность самого элемента, есть еще количество элементов. Вот здесь, конечно, ничего не сказано про количество элементов. Это еще третья координата, которая здесь не рассматривается. Вот, но она есть, ее всегда нужно держать в голове, то есть нам еще очень далеко до человека. Вот, поэтому тут как бы такая условная картинка. Но тем не менее, видим некоторый тренд, то есть постоянно увеличивается количество элементов, вот. Ну и как-то пытаются сопоставлять, насколько далеко мы продвинемся. Если следовать логике авторов, то мы где-то на уровне лягушки сейчас, наши алгоритмы находятся. Ну и по сложности распознавания. То есть с 30% мы уже смотрели в 2010 году, то есть резко упало до 5%. Одна из 20 картинок только распознается неправильно. Ну в целом, наверное, по историческим трендам, наверное, все. Тут добавить нечего. Значит, если у вас будут какие-то вопросы, значит, лекции я вам скину. Если будут вопросы, пишите мне в Telegram. Через неделю мы с вами продолжим. Спасибо.